Утро 9 мая порадовало солнцем и чистым небом над головой молодежь, представители трудовых коллективов и воины Бобруйского гарнизона собрались у мемориала Георгия Победоносца и на территории крепости у братской могилы советских военнопленных, чтобы почтить подвиг погибших солдат. Дальше люди выстроились в колонны, маршрут построили в сторону Минской. Дорогие бобруйчане, с праздником Беларусь! Днём освободения! Ура! Днём победы! Акция «Беларусь помнит» стала уже традиционной. И взрослые, и дети с гордостью несли фото родных, которые застали страшные испытания войны. Участие принялись сотни жителей Бобруйска. Конечная остановка – Площадь Победы. Там состоялся митинг. Скажи, а чей портрет ты несешь? Про дедушки Евранцев Сергей Андреевич. Прошёл Великую Отечественную войну, воевал на Орловско-Курской дуге. Являлся ветераном. У него был второй разряд. Очень пострадал. У него было всё тело как бы как решётка, потому что всё в дырках. Ну, произошло сильное ранение, которое потом повлияло на его смерть. В главных ролях торжества ветераны. Здесь же администрация города и школьники. Посвящение в пионеры и демонстрация военного построения – эффектные детали праздника. Хочу пожелать, конечно, чтобы вот эти традиции, которые сохранялись навсегда, молодёжь, чтобы не забывала этот великий праздник. И слова, конечно, признательности и благодарности нашим ветеранам. На протяжении всего дня в Бобруйске работали торговые палатки. Была организована полевая кухня. В программу вошли фотозоны, ярмарка и тематические площадки. Это очень важно, особенно для молодёжи, чтобы это не забывалось. Ну, довольно всё патриотично, конечно, да. Всё очень хорошо. Спасибо деду за победу. В 2021-м не обошлось без автопробега в честь Великого праздника. Точка отправления – улица Пермана, а прибытие – посёлок Сычково. Участники возложили цветы к мемориальному комплексу «Курган славы» и запустили в небо красно-зелёные шары, как символ независимой и процветающей Беларуси. Организация автопробега, она для того, чтобы мы не забыли, что произошло в те страшные годы. Потому что пока мы будем помнить, мы будем живы. Во второй половине дня Бобруйчан ждал фееричный слэшмоб. На площади Победы выступили воспитанники Центра дополнительного образования, детей и молодёжи. Позже на территории Ледового дворца разместился кинотеатр под открытым небом. Военный фильм горожане смотрели целыми семьями. В 11 вечера над Бобруйском прогремел праздничный салют. Фейерверк в честь Дня Победы длился без малого 10 минут. Ольга Васенда, Карина Гуревич, Максим Кембель, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Андрей Богдан, Бобруйск-360.